Итак, всем привет, с вами НТПГ, мы продолжаем играть за Балтийское герцогство в Кайзер Шизу. Армия наша потихоньку строится, заводики строятся, будем готовиться задерживать восточную угрозу. Вы, если вдруг еще не подписаны, обязательно подписывайтесь, мы же продолжаем. По фокусам, наверное, все-таки дойдем до вот этого военного завода. Максимум нам нужно произвести и снаряжение, и потом каких-то танков, наверное. Так что вот эти еще решения откроем, не знаю, что в них, скоро узнаем. Ждать не так интересно, аэродромы тоже. Восточноевропейское оборонное сотрудничество. Ооо, и мы лидеры этого сотрудничества, шикарно. Давайте инвестируем в топки, нам ее так много не нужно. Обязательный оборонный взнос, смотрите-ка. Типа можно пополнять постоянно вот это все. Можно расширить оствол. Ну, кстати, наверное, нам стоит сделать. Как и, наверное, вот эти вещи. Какие-то учения, большая стратегия, ну да, это звучит полезно. В России, те времена, там социал-демократы правят, но на самом деле, пулисты тоже имеют очень большие проценты популярности. Посмотрим, что там будет. Нет, да, вот так вот у нас будет выглядеть дивизия. Нам нужна большая атака, поэтому мы так и делаем. И по мент-повару у нас будет также большая нехватка, я полагаю. Ну, 2000 пока, но это у нас еще не хватает дивизии. У нас всего 9, нам нужно минимум 12. 2 на провинцию. Хотя, в идеале, по 3 на провинцию, то есть еще больше, 18, но не уверен, откуда нам брать людей. В принципе, давайте, наверное, этим сейчас и займемся. Просто население надо восстанавливать. Прям сейчас это и сделаем. Завод из сталь. О, давайте перейдем к этим решениям. Это именно РД, это и правда РД и поезда. И правда авиабаза. Ну, давайте сталь себе возьмем. В принципе, будет полезно. А после этого давайте пойдем все-таки в Ост Вал. Здесь тоже много решений на всякие укрепления. Нам стоило бы, я думаю, их сделать. И опять еще ладят в путешествие. Пожалуйста, умрифь в каком-нибудь из них. Так, мне здесь нужно, смотрите-ка, 2000 пехотки, 1000 допки и 1000 арты. Тогда я смогу поставить укрепление, я так понимаю, вот здесь. Наверное, мы сможем это сделать, только чуть-чуть попозже. Беспорядки в школе рыцарей. Ничего себе. Антисемитизм, арийские расы и дегенеративное искусство. Ну, допустим. Нам предлагают, может, это коммунно. Либо права не должны нарушаться. А срод социалисты. Ну, давайте. Это выглядит менее больным. Тем более, что у нас сейчас мэнповера и нет. И мы можем еще чуть-чуть расширить призыв. Обязательно так и делаем, я думаю. Мы получим не 2,5% процента, но много меньше. Но сколько есть, столько и получим. Как говорится. Итак, программа Ост Вал нам доступна. Давайте посмотрим, что это такое. И да, это просто наше снаряжение тратится на укрепление. В принципе, так же, как и у Украины. А потом, когда мы это сделаем, мы можем еще дальше фортификацию укреплять. Звучит позитивно, поэтому давайте сделаем вот так. Снаряжение у нас пойдет на запасы. И как раз таки мы сможем начать строить. Ну и давайте дойдем до помощи возвращающимся. Нам нужно мэнпавер как-то получать. Снаряжение предлагает единую валюту. Политку на объем производства. Ну, прям сейчас нам нужна политка, но ладно. В среднем на дистанции это полезно. И прекрасно. Мы избавились от этих всех дебафов. Тут, конечно, важные тоже для нас будут фокусы. Но я думаю, первостепенно сейчас уже пойти дальше. Доделать вот это все. Чтобы наша армия была готова к теоретической войне. И запускаем последнее укрепление здесь. Хотя, конечно, потом нужно будет еще тратить. Но здесь еще больше допки нужно. ПВО, ПТО, ИРТУ. Все это мы сейчас производим. Нужно именно, я думаю, прям намного больше допки. Сюда пойдет наш следующий завод, я думаю. Как-то вот так, наверное, бы распределить их. Да, допку производим только для того, чтобы бесплатные форты получить. И, наверное, я перестану слишком жадничать. И все-таки куплю хотя бы восьмерочку стали. И, слушайте, наверное, пока что горняков я сделаю. Просто такими же. Тоже надо высадку, потому что воевать они все еще, наверное, будут у нас. Но при этом. Они просто будут чуть лучше по статам. И требовать будут чуть больше пехотки. Нас это, наверное, устроит. Давайте поменяем то, что можем. А можем мы поменять. Это не все. Почти все. В итоге в России пошли правиться целодемократы. Окей. Допустим. И они, видимо, вступят в интернационал, если... Нет, пока еще не вступили. Но они уже целый московский пакет. Они не вступят. Но они будут с ними точно в дружестве. Так мы это сделали. Мы уже готовы. Если вдруг они нападут завтра, как говорится, мы хотя бы что-то в это поставим. Теперь нужно, наверное, закончить нашу промышленность. По крайней мере, давайте возьмем вот этот военно-завод. Нам каждый очень нужен, чтобы закончить все, все вот эти постройки. И да, французскому направлюсь в войну. Сейчас начнется, видим. В крайней мере, с Францией. В России у нас еще небольшое время есть. В полиции Евросовете. О, это приятно. Ну и давайте вот сюда пойдем. Нам нужна политка сейчас, чтобы доделать все военные духи. Таймир в огне. Казер опять воюет. Главное, чтобы мы успели нашу войну подготовить. Здесь, пока воюете. Как хотите, только воюете. Ну да, нас они, конечно, вынуждают вступить. Мы ничего с этим делать не можем. Это наши границы остаются практически пустые. Только наши малочисленные дивизии на ней остаются. И мы можем поставить военную экономику. Не сильно большой с этого толк. Я, наверное, не буду это делать. Я все-таки пойду вот сюда. И у нас здесь очень важный выбор. Еще на 5 населения, либо 15 атаки защиты спецвойск. И, слушайте, ну, честно. Ну, это лишние 10 атаки и защиты войскам. Я думаю, мне нужно именно туда идти, чтобы оверстакать бафы. Россия начала марш на запад. Не идеально для нас, но что поделать. Да, и происходит то, о чем я и думал. Наши войска слишком хороши. Слишком хороши. Здесь укрепление, местность. Нас прямо сейчас не пробьют. Нам нужно успеть доделать, в принципе, еще бронительную территорию. Мы все еще можем туда строить, так что будем строить. Ну, это мы держим, хоть и не без проблем, как видите. Ну, в общем-то, потому что дивизия дотренировалась. И я, кстати говоря, оставлю ее дотренироваться, действительно. Потому что вроде они на нас не активно нападают. Можем потерпеть чуть-чуть. И вот артиллерийские станции у ствола. Плюс еще фортификации, хорошо. Блин, они как будто поняли, что они здесь не пробьются. А, нет, смотрите, я думал и перестали вообще пытаться. Но пытаться они не перестают, хорошо. Нам нужно, чтобы они истощали себя у нас. Так, королевство Литва. Это, увы, не мы. Поэтому мы себе не можем подправить, это грустно. И там последование программы Длина, окей. Ну, до стата, конечно, наши приятные, приятные. Но пока ничего невероятного. Нам нужно еще добавить туда танки. И, в принципе, обычные просто базовые статы тоже должны быть чуть повеселее, чтобы там красивые цифры вылетали. И так, по сравнению с вражескими, конечно, они все еще красивые. И, да, пусть нас точно не пробьются. Здесь вообще, я вижу, наступают они. Ну, может, мы тоже попозже сможем. Вторая революция России. Теперь это российская, советская, социалистическая республика. У них милость, одна стабильность таких приколов. Но у них теперь новые большие фокусы. Самое главное у них, господи, промышленность сейчас будет просто гигантской какой-то. И начинается еще и немецкая, японская. Да. Весь мир разрывается, классика. А мы строим зенитки. Слушайте, мы, конечно, теряем мало, но мы теряем. Мы теряем, точно. И это определенно неприятно. У нас шумен пауэр можно выбить. О, смотрите, приближается к 70 годам. Крепкий, но, возможно, он скоро умрет. Ну, давайте возьмем простой выбор, как говорится. И Россия изменила свой цвет. Это, да, социалистическая республика. Не очень, кстати, с Дальним Востоком они со всеми тоже подряд везде воюют. Вряд ли это им идет на пользу, но их промышленность не слишком грустная. Хотя военных заводов можно было бы иметь и больше. Но они еще не избавились от всех дебафов и не набрали все бафы. А там их очень много будет. Смотрите, что делают здесь ребята. Они просто переходят наступление. Пока мы сидим и защищаемся. Может, нам тоже попробовать? Думаю я, и потом вижу 2000 мэнд пауэра, и как-то грустно. Ну, слушайте, ну, вот-вот-вот смотрю сюда и понимаю, что мы можем. Можем, наши люди, нет. В такой ситуации, я думаю, есть смысл перейти на бронетранспортеры. И, знаете, как-то механизировать нашу малочисленную армию. Я думаю, что вот это чуть важнее, чем включать доктрину. Ну, это бафы именно сюда. И откроет нам рейнджеров, которые на самом деле очень хороши. В отличие от обычной бесполезной разведки. Они дают проценты атаки. Ну, и просто у них статы есть неплохие на самом деле. Для топки пойдет. За свою стоимость, конечно, дороговато, но, опять-таки, процентные бафы на атаку, это очень сильно всегда абсолютно. Потому что у нас все неплохо, а еще и к нам Австрия решила зайти. Я не против, мне не против, станет еще лучше. Ну и да, на Россию очень уверенно наступают. Я думаю, сейчас мы тренируем нашу одну еще дивизию. И мы точно будем готовы тоже наступать нашими 11 дивизиями. Да, это звучит очень уверенно. А вот манпавера нам на топку не очень хватило. Я также думаю, что нам, наверное, огневатные танки будут еще куда-то закинуть. Но куда? Учитывая, что я не вижу здесь танков абсолютно, скорее всего, не есть. Но я их не вижу. А если я их не вижу, значит, их нету, верно? Значит, мы можем убрать ПТО из дивизий. Но так как скоро будет готово наше великое наступление, то в дивизии переходим в так называемый ручный режим. Гранизон. План в этот фельдмаршала. Можем вообще, наоборот, начинать пробиваться. Шансы у нас шикарные. Дивизии характеристики превосходные. Государство плюс 50. Местность всего минус 14 дает. Ну, в принципе, да. Мы чуть-чуть нормально себя чувствуем, но чуть-чуть ненормально. И шикарно, шикарно просто работаем. Можем продвигаться дальше сразу. Более того, мы таким образом еще как уже не делаем. Ну, мы и будем теми самыми очень специализированными силами Германии. Которые будут прорывать вот такие вот фронты и делать какие-то полезные действия. Дали бы только нам мужиков как-то. Мне кажется, в реальности, если бы такое было, нам бы просто могли выделять, собственно говоря, для каких-то солдат, какую-то армию. Просто подкреплять нас этими самыми мужиками. А пока ничего нету. Ну, появляется в палитке, сейчас сделаем себе призыв. Падение Москвы. Падение Москвы произошло достаточно быстро. И это реально чисто в основном силами восточных стран. Германии здесь очень мало. Мы добиваем окружения, помогаем нашим бедным и таким профессиональным союзникам. Сейчас, слушайте, работают они достаточно, все еще неплохо. Но, да, статы шикарные. И шпурсальто статы, я бы так их назвал. Ну и поможем в штурме Петрограда. Ну, микро-буксование, но у нас тут происходит, потому что с снабжением не все шикарно. Но штурмовые отряды наши прекрасно берут в Петроград. Ну, потому что он все сейчас с Петроградом при социалистах, ну ладно. Ну что ж, я думаю, дальше они справятся, а мы давайте будем отправляться на какие-то другие фронты. И что у нас тут есть, так сказать, что нам могут предложить союзники. Попытаться пробиться Франции или повоевать в Австрии звучит неплохо. Что мне нравится намного больше в Кайзер Райхе, чем в Шюзе. Австрии именно вступает в Метель Европу, как бы в Рейхспакт. Из-за этого, ну, нормально можно видеть, что они там делают. А вот так, ну, это же Саня, честное слово. Ничего не видно. Ну, как-то что-то сейчас справимся. Там, там пускай расправляются сами. Ну так, дивизия доходит в позиции. Ни хрена не видно. Теперь хотя бы что-то видно. Конечно, отвратительно неудобно, но... Сейчас будем планировать и выступать. Ой, замерили с ними, вильнюсские соглашения подписали. Блин, Аталия это Беларусь, а не нам. Ну, увы, хотелось что-то получить, ничего не получили. Мы здесь пока в ДСе стоим. Наши войска здесь шикарно в ДСе себя чувствуют. Как чуть планирование наберем. Будем готовы к наступлению, перейдем мне. Интересное наступление. Ну что, давайте первый атак на нашу выходит очень хорошо. Да, они просто не успевают реинфорситься. Мы заняли провинцию. Теперь так будем одну за другой сейчас очищать. Ой, у нас, да, мэн пауэр, конечно... Ну, когда мы настолько расширились, стало, конечно, прям приятнее. Можем новые две дивизии еще обучать. У нас тут подкопились, в общем-то, ресурсы. Давайте нажмем вот эту кнопку на обучение. Один атаки написано на дому генералу. Но я надеюсь, что это всем генералам, что если только одному, то это грустно. Когда у нас здесь войска не успевает набрать планирование, просто потому что они постоянно в боях. Забавно. Но мы можем без проблем вот так вот сфокусировать огонь и пробиться здесь. Немножко не успевают они, да, чуть-чуть не хватило. И вот, наконец-таки, небольшое затишье. Ну, почти небольшое затишье. Ну, сейчас будет, надеюсь, небольшое затишье. Есть. И это момент для нас ударить. Это, кстати говоря, болото, поэтому мы не так прекрасно себя чувствуем. Ладно, сюда бить нельзя. Нужно бить... Не странно, вот сюда, пожалуй. Назвайте, как генерал получил плюс один атаки. По идее, да, по идее, вроде всем дало, но я могу ошибаться. Как говорится... А я вспомню, у нас был генерал, который вот этот. Был один... Походу, все-таки не всем. Ладно, возьмем рейнджером просто так в горы. Вот с этим просто супер хорошим. Мы должны бить горы. У нас, по идее, вместо с минус 4% все дает. Это должен быть успех. Если бы у нас была достаточно организации и поддержки авиации. Из чего делаем вывод? Нам нужно начинать жестко выкачивать авиацию. Да, примерно вот так. Политка вся уходит сюда. Быстрее концерн прокачается. Нужно хотя бы истребителей сделать. Потому что, ну, ситуация меня здесь вообще не устраивает. И регионы багнуты почему-то. Ну, ладно. Да, вот это очень неприятно. Да, как я и обещал. Огнеметные танки, которые пойдут тоже в наши горные дивизии. И, блин, ну почти, почти. Есть, есть. Мы смогли выбить их вот отсюда. Это очень важно. Мы теперь будем практически в шаге от взятия Венеции. Забираем еще одну провинцию. Мы можем просто взять и взять всю Венецию. Таким образом полностью окружая их войска. Да, наши войска союзников заходят. Так, мне только не отступать. Это истощение. Мы туда будем идти. Вот так. И все эти войска теперь окружны благодаря нам. Шикарно. Играем свою небольшую, но не менее важную роль. И теперь добиваем здесь войска. Причем, да. У нас настолько большая атака, что... Они не успевают зареенфорситься. Теперь дело за малым. Добить вот эту гору они тоже, по идее, должны... Да, не успеть зареенфорситься. В защите нам здесь равных не будет. И мы просто вайпаем. Так как надо, чтобы эти провалились в атаке. И в атаку возглавили мы. И добиваем их здесь всех. Шикарная работа Балтийского герцогства, я считаю. Я только что понял, что так мы можем делать спецвойска. Но нам нужно делать только спецвойска. У нас очень жесткие бафы. Но при этом мы хотим делать более мощные спецвойска. А единственные мощные спецвойска, это амфибии. Значит, мы должны делать амфибии, просто потому что можем. Потому что подфорсированы так, и они эту гуру добивают. Дали бы на него просто атаковать, и мы бы ее добили. Так они бесконечно атакуют. Они, кстати, пробьют в один момент. Но столько они там ресурсов потеряют, конечно. И вот они, наши первые требители. Кстати, надо бы взять вот этот баф на скидку. Ну, попозже. В нашем 11 элитном дивизии скоро добавится еще 3 элитной дивизии. И да, эти ребята, наконец, смогли здесь пробиться. Потому что отправляемся, помогать им пробиваться дальше. Ну, это здесь войска очень просто прямо истощены вражеские. Мы скоро можем, я думаю, прорвать речку. Можем уже попробовать и посмотреть, что по статам. От 30 атаки здесь. По припасам, кстати, все более-менее. Только лишь 0,5%. Да, речка, конечно, душит. Но мы пробиваемся достаточно просто. Сейчас, конечно, надо будет удержать эту провинцию. Но я думаю, мы справимся. И кайзер убер. Увы. Выбиваем гору. И, наверное, нам стоит как-то перейти из равнины в более, так сказать, нашей местности. Вот, к примеру, вот эти. И здесь тоже нужно продолжать двигаться вперед. И бам. Выбиваем моментально здесь войска. И идем в прорыв. И я понял, что нам лучше в равнину не спускаться. Потому что здесь мы моментально уничтожаем противников. А в равнине мы начинаем нести потери. Если мы уже 52 тысячи потери, то более чем мы можем себе позволить намного. Мы, кстати, запомнили себе по решению танк. Он не самый плохой. Но для нас это просто, на самом деле, снаряжение, которое мы будем использовать. Не более того. Да, наверное, все-таки я восстановлю. Я удалял одну, чтобы пополниться. Но я думаю, вот так мы сделаем, как сейчас есть. И да, теперь они будут за нас сливать свои ресурсы. Что меня устраивает? А вот эта хуйня меня не устраивает. Это что, блядь, такое? Вот, вот, вот проблема того, что ты не видишь дивизии. Ты не знаешь, когда у тебя внезапно остался оголенный туз. На всякий случай сами будем теперь защищать свои туза. Насколько это возможно. Ну и мы параллельно начинаем делать все конституцию. Прекрасно. Смотрите-ка, он хочет нам сделать меритократию. Количество возможностей в рамках конвенции. Не очень уверенно, допустим. И нам нужно делать преамбул. Важная часть конституции. В принципе, это, я так понимаю, наша идея. Дальше конституцию. В сторону короновой на республике, допустим. Я не знаю, хорошо или плохо, а скоро узнаем. Распределение власти. Асцентративная система. Несколько кантонов. Баланс между центральностью местной властью. Политическую власть. Это в основном стабильность. Местному управлению? Давайте стабильность. Я надеюсь, что там где-то завалялся баф на manpower. Потому что, ну, ну, очень не хватает. Не хватает так этой стране. Это шиза. Здесь можно делать смежные фокусы. Какого-нибудь духа, который выдавал ежедельный manpower. Хотя бы сколько-то. Потому что, ну, нет куда брать. Во, смотрите-ка. Потребности ТНП. Стабильность. Стабильность политической власти. Снизит ответственность производства. О, смотрите-ка. Живым при выстрелом зея национального государства не делает различий по этническому признаку. Нечто, выходящее зарабки и выстрелом дела. Звучит очень интересно, мне кажется. Давайте так и сделаем. И, я думаю, стоит заменить ПТО на РСЗО. Потому что, увы, но я не воюю против танков. Я не могу себе позволить распыляться. Так что, их убираем. Так и с производства, либо эти стабильность. Ага. Это немножко не демократизирует. Но, эритократию... Давайте дальше, как Шиман хочет. Мы вроде как его поддерживаем. Так, кстати, никто из них. Ладно. Ну и пока мы тут сидим, потери растут. Балтийская герстока наносит уверенный урон интернационалу. Здесь самолеты скоро тоже. Ну, дотренировываем. Потом тоже будут что-то делать потихоньку. Пока только того работает. О, неответственности. Какие должны быть отношения? То есть, кто важнее, я так понимаю, да? Он так сам выбирает концерт. Либо кандидата в кассе, которого утверждает керцог. Равный баланс сил, а это концерт лидирует лонтагу. Давайте лонтагу. Вариантство. Вариантские слой рецепты должны быть упразднены. Либо должны быть креплены. Я думаю, нужно упразднять. Ведь в идее мы эритократии все по заслугам, а не по тому, как ты родился, верно? Зачем я подномочия. Ага. Должна иметь право в рациональной действии свободы и безопасности. Большим призывом населения. Да, да. Да, да. Точно, точно надо. Точно надо. Конституционный окоп. Подозначены изменения, когда что-то изменится. Угу. Сделать некоторых полагающих правки. Обеспечить стабильность, а это даст политическую власть. Да, я думаю, так. У нас там скоро откроются решения восточного гард германского порядка. Попробуем идти туда и посмотреть, что происходит. Говорят, Германия начала спать там. Мы же здесь все еще готовим побольше сил пока. Есть наша конституция троекратного ура Балтийской Федерации. Политвласть 5 фактора. Спасибо. Это смак 15 макс эффективности производства. Уф. 15 стабильности и 150 политики. Ставного Лонтага сейчас объявят. Это прям уф какие бафы сильные. Ну что, можем... Да, здесь тоже наступать. Да, наступление шикарное у нас. Любители начинают работать как могут здесь. Ставного Лонтага. А через камейку запасных либо получают большинство. Я думаю, большинство обязательно. Ну да, начинаем здесь пушить. У нас очень уверенно себя чувствую дивизии. Просто уверенно. Это еще опять-таки авиацию у нас нету настолько немножко здесь истребители, которые защиту понижают противнику. Но ничто технически не повышает нам статы. Ну, наземной поддержки нет в общем-то. А в теории может быть. Паул Шимон предлагает, видимо, делать его главу правительства, наверное. А все идеи главы правительства будут зону. Да, он стал главу правительства. Окей. Убиваемся через речку успешно. Нужно будет сейчас продолжать на юг я думаю здесь идти. И нужно туда как-то подтягивать, подтягивать вперед. Ну, не можем мы полностью защищать все сзади. Придется что-то оставить на союзников. Здесь моментально нету снабжения. Сейчас мне, что надо сюда вывести хотя бы сейчас дивизии. Сначала надо взять город со снабжения вот здесь. Я думаю, должны мы моментально его брать. Шикарно. Очень мощное войско. Вайпом здесь. Ну, какие же там хорошие характеристики. И продолжаем дальше. И вообще здесь мы оттеснили их смотреть аж к французам. Кстати, думал, что мы здесь их вайпе, но вообще мы их не вайпе, просто на французов отступят. Но нормально зарываем их потихоньку туда. И будем сейчас надеюсь здесь кто-то выставит войска и будем выдавить на юг. Впрочем, мне что-то не мешает просто взять и выдавить гору. Как будто здесь синяя гора какая-то равнина. Правильно. Конечно, получается окружение. Ну, что, я думаю, на это можно подзавершить нашу северную. Мы очень успешно начали воевать. На высокий нашей главной задачей было просто не дать ни пяти земли, ни провинции. Мы выполнили успешно. Потом немножко помогли повоевать и когда стало безопасно теперь уже пробиваем такие трудно пробиваемые фронта, скажем так. Горы яишка обычно очень страдает пробивать, а мы их штурмом как будто как я сказала равнины. Оно и не мудрено. Местность дает нам плюс статы. Как будто реально, нам в город такой кайф. Так или иначе с вами был Гэй. Обязательно подписывайтесь если вы вдруг не подписаны. Лайк, комментарии, твич, скрутбусте. Все как обычно и до скорых встреч. Всем пока.